В 2019 году член городского совета и по совместительству скотовод-австралиец Роберт Костиган спасал свой дом и дом тестя от бушующего лесного пожара. И это ему удалось. Но не прошло и двух лет, как оба дома смыло наводнение. «Всё ещё не могу в это поверить. Это был дом нашей мечты. А теперь его нет». Наводнение обрушилось на город Холисдейл примерно в 400 километрах к северу от Сидне. Его вызвали проливные дожди. «Наверное, это не везение. Может, я вообще неудачник. Или кто-то меня проверяет. Это уже случилось, поэтому надо просто это пережить». Изучив все разрушения, страховая компания объявила, что дом нужно отстраивать полностью. Сейчас Роберт, его жена, тесть и двое детей, 7 и 11 лет живут у соседей. К счастью, скот и домашние питомцы семьи выжили в бедстве. Во время так называемого «чёрного лета» 2019-2020 годов, когда на Австралию обрушились разрушительные пожары, местное сообщество сплотилось и пыталось защититься от бедствия. Оно организовывало экстренные встречи, а также днём и ночью противостояло огню. «Мы изо всех сил старались пройти через это. Но мать-природа просто всё у тебя забирает». Управление страховых компаний Австралии объявило, что после наводнения оно получило более 25 тысяч заявок на возмещение ущерба. Общая их сумма составила более 293 миллионов долларов. При этом более 40 тысяч человек на востоке Австралии были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в безопасные зоны после пяти дней ливней. Дожди уже назвали самыми сильными для региона более чем за полвека.